Макароны с майонезом. Это был мощный удар по моему жлютку. Ясас, ребятки, меня зовут Конан, и сегодня я бы хотел немножко поговорить про такую платформу. Рутюб, которая совсем недавно стала немножечко популярной в России. Чтобы понимали, насколько эта хреновая платформа, она стала популярной только сейчас. Хотя основали её в 2006 году, вы понимаете? Это что такое должно было случиться, чтобы кто-то вообще заметил её? Рутюб, я в ахрене. Столько у меня претензий к этой вообще платформе. Это вообще назвать как какую-то замену Ютуба вообще нельзя. Давайте начнём всё-таки с плюсов. Какие есть плюсы? Я думаю, только один. Он работает в России. Вот и все плюсы. А теперь минусы. Во-первых, в Play Store невозможно скачать это приложение. Во-вторых, он немножечко подлагивает. Немножко подлагивает. В-третьих, ты заходишь и там просто что? Я вот только зашёл, вот здесь сейчас будет экран. Я вот там зашёл и что официально? Тенты. Это всяких вообще летсплееров, ноунеймов хуже, чем я. Да, вы понимаете, у них меньше подписчиков, чем у меня, но у них галочка есть. Рутюба. Да. Ну и всякая разная. Просто помойка там в школе с хорошей устинницей, в против, в школе с плохой устинницей. Ну, короче, полная дичь какая-то вот. Есть YouTube Kids. Там детский контент. И вот у Рутюбы это YouTube-помойка. Это вот всё самое плохое, что есть у американского, нашего родного Ютуба. Вот всё взяли и переместили в Рутюб. Единственное, первого знакомого человека, которого я встретил, это был Макс Брандт. Потому что это, ну, известный футболокер российский. И я встретил его в видео. И такой, ну, зайду, посмотрю. Унивокс. 350 подписчиков. Сейчас начинается главная дичь. Я не могу написать комментарий. Нет нигде комментариев. Нету. Нету лайков и дизлайков. Этого тоже нету. И самое главное. Невозможно посмотреть, сколько просмотров вообще под этим видео. Вот, знаете, платформа просто показывает видео. Вот и всё. Ну, вот просто я впервые вижу такое. Во всех соцсетях показывается либо просмотры, либо количество лайков. Либо можно поставить эти лайки хотя бы. Здесь ничего этого нет. Ни комментариев. Вообще ничего. Очень недоработанная платформа. Прямо переходить на неё, я не знаю, почему это блогеры делают. Потому что большинство людей всё же хочет быть с VPN. И смотреть всё-таки YouTube. Это вот тот момент, когда лучше не иметь ничего, чем иметь что-то. Да, возможно, для меня это проще сказать, чем для блогеров, которые живут на этом. Но, не знаю, очень плохая. Я зашёл и мне вообще не было. Я сразу же хотел выйти. Ничего контента нормального там нет. Я охреневаю, что 2006 года так в Википедии было написано. Я прочитал. Вообще ничего не сделали. Вообще ничего. Ничего. Просто мне так сильно не понравилась эта платформа, Рутюб. Что я решил сделать отдельное видео на YouTube. Там есть ещё и шорты. Какие-то идиотские шорты. Такие же. Они думают, вот, добавим в шорты. Это уже новое современное приложение. Класс. Я надеюсь, что всё это сейчас, по крайней мере, в скорейшее время закончится. Вот и мы поговорили, блин, про хорошую компанию. Про хорошую платформу, соцсети. Более 30 миллионов пользователей в год. Это, наверное, 30 миллионов общающих людей, которые раз в год заходят в это приложение. Либо их всего 10 миллионов просто заходят 3 раза в год. Там всё, ребятки. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Конан. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok